всем привет сегодня покажу ролик наконец-то я его снял смонтировал про свой бронку возникает на улице много вопросов как что сколько стоит из чего и сделал самолет это или чего или мопед или и шаг парадный короче в итоге сделаю себе какие-нибудь визитки там дам ссылку на канал и пусть люди смотрят ну в какое-то время я понял то что машин мне надоело началась велосипедная тема были электрические велосипеды самодельные электрические велосипеды тюнингол всякие разные а под меня сделаны вот пока я где-то в конце четырнадцатого года не увидел бронтон в питере мне очень ужасно прям понравилось его сложение его компактность его вес вот с этого началась моя бронтоновская эпопея значит по приезду приобрел себе велосипед этот бронтон вот так как была привязанность электрическим велосипедом сразу переделал его в электрический и поставил передним вот этот пылесо покатавшись немного понял то что это все фигня бронтон совсем не для электро это бред полный ну и все вот с этого момента я его разэлектричил и начал доводить до ума по механической части вот что получилось в итоге я вам сейчас покажу вот что вот 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 собственно вот заехал в гараж подвесил давайте я вам расскажу ну основное в велосипеде это рама рама тут храмуливая английский хендмейт паянная швы все ровненькие рама была изначально как вы видели в черном цвете но так как у бронтона краска у шлепанская ноэл был захромирован и соответственно стем руль из недорогого карбона был приобретен и установлен в экспериментальных целях как себя поведет карбон в отличие от алюминия и титана ведет на себя отлично катаюсь уже два года хорошо проглатывает неровности какие-то яркие выбоины рукам очень комфортно рога пока солишки единственное что хорошо на этих рогах есть габаритики зомби которые идут по тротуару и уткнутся соплями в свой телефончик очень адекватно реагирует и быстро далее переключатель скоростей мониторчик шума на дебула здесь поставил отсечку на три скорости потому что переключает очень быстро может промотать с первой до десятой моментально монитор присобачил на два неодимовых магнита так как велосипед складной и при транспортировке лучше такие вещи выступающие куда-то убирать чтобы они не попортились и ничего сами не попортили монтируется за одну секунду держится крепко присобачил я его к смарт хала девайс на который выполняет три функции это функция ведения по маршруту функция сигнализации и габаритика с той же целью может гореть непрерывным светом может мольгать далее звоночек громкий реагирует на него адекватно красивый прикольный звонок ручка тормозная от гидравлических тормозов шумана xtr 9100 нажимается одним пальчиком что с руля что с рогом то есть руки я даже не переставляю если надо оттормозиться далее зеркало заднего вида металлическое сфилическое антибликовое ну или антислепящие как его там господи грипсы из седельной кожи прошитые эргономичные очень удобные ну вот собственно на руле все ниже элемент крепления в сложном состоянии велосипеда с его ответной частью рулевая 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 крестки с мартерами подшипниками промышленными блок для крепления багажа на стене на стене имеется узел сложения узел сложения титановый клемп карбоновая крутилка с титановой устью гидролинии и проводочки запрятаны все в хороший устойчивый к механическим повреждениям оболочку оболочку ниже фара шмидт мюллер iqx 100 люмен с правильным светом который идет не круглым пучком во все стороны а обрезана верхняя часть питается она от динамики и питает сама заднюю фару которая тоже от динамики соновской сейчас к ней придем вилка титан в крыло поставил карбоновая либо бронтоновские сделанные из цуглублых мнут и ломаются в общем бардак ну и кожаный грызговичок обода карбон тоже приобретены недорогие экспериментальных целях что работает хорошо сейчас в активном поиске руль спицы хочу себе аэро сюда намутить с таким размером их найти нелегко поэтому ожидаем будет проведен комплекс мероприятий при получении этих спиц они уже заказаны вот жду резюме по срокам стоимости и прочим вот когда спицы будут у меня в руках закажу себе нормальные обода из нормального карбона Джозефа Кьюсака и будем все это в комплексе менять фару питает динамка сп9 высоко эффективные энергетические при небольшом даже вращении колеса дают свет колесо нормально прокручивается ничего ему не мешает без динамики конечно было бы лучше но приходится чем-то жертвовать пару я сейчас включил могу показать вам луч света то есть видите он идет полосой а не кружком соответственно где-то по встречных освещает по пояс что не доставляет им скажем так рези в глазах и нет спину присящих хирургом далее по раме узел сложения рамы здесь тот же самый клэмп стоит только карбоновый экспериментальный на шлепочка который тоже не является бронтоновской хотя на ней написано бронтон если есть у кого идея как назвать ее чудо пишите в комментариях я закажу другую наклеечку система тут стоит шамана дюрейс 7950 50 зубьев шатуны легкие не звезда вообще практически невесомые кому интересно соответственно можете прочитать описание в интернете характеристики я приводить не буду для того чтобы не перегружать ролик педали тип арт ставя промышленными подшипниками лично мне на них очень комфортно ездить далее седло брукс свифт титане титановые полозья то бишь облегченный вариант подседельный 4 цитан очень хорошо глотает тоже всякие неровности в силу своих характеристик задний треугольник цитановый задний треугольник тоже кастомный ибо у бромтона расстояние между дропаутами не позволяли поставить альфин D2 значит треугольник крепится внизу на оси и вверху упирается демпфером в основную раму демпфер титановый тоже сглатывает какие-то неровности ямки для более комфортной езды самое то изи вилс колесики на промах позволяет катить велик в сложном состоянии стойки ну багажником это не назвать везде идут как стойки карбон титан в принципе к ним можно приколхозить груз с помощью резинок я обычно это делаю габаритов соновская которая тоже кушает от динамики далее здесь такой упорный грибок который предназначен для удержания подсидельного штыря в сложенном и полусложенном положении цепь удерживается натяжителем цепи который был немного умной переделом была усилена пружина потому что альфина такая матерая и на заднем ходе педали происходило провисание верхней части цепи потому что натяжитель не справлялся сейчас все отлично chainline выставил алюминиевыми трубками обрезанными из 775 алюминия натяжной ролик один титановый второй из алюминий 775 оба на промах далее сервопривод который переключает скорости звезда стоит 18 шимана ну и вот сама альфина 11 скоростная который плавает в масле как автомобильная трансмиссия по этой стороне вожу с собой насос он больше талисман ибо катаешься с ним катаешься не прокалываешь шин ни разу вообще думаешь а что я его с собой вожу берешь снимаешь прокалываешь в тот же день в общем пусть катается вот но опять же если что-то будет баллон с сжиженным газом который моментально накачивает мои колеса здесь второй компонент от тормозов двухцилиндровый дисковый тормоз тоже шимановский стоит ну и приспособы для удержания педали сняты в сложном состоянии педали сами понимаете съемные то есть когда велик сложен чтобы они никуда не утыкались как одной рукой неудобно вот ну и фиксируется соответственно педалька тут не буду фиксировать здесь то есть это все можно сделать одной рукой ну и с этой стороны на переднем колесе крюк для фиксации в сложном состоянии на треугольник гидролиния заведена через перо во-первых снижена вероятность ее повреждения какими-то либо там выступающими фигнями на дороге провода с той стороны которые идут на электрику тоже самое заведены в трубочку и провод от переключения тоже идет через трубочку в подседельной трубе аккумулятор который питается к альфину ну и фиксатор подседельного тоже его дорабатывал от динамики еще питается здесь вот у меня есть проводок от динамики еще питается у меня преобразователь напряжения который подпитывает телефон заряжает пауэрбанк и вот я вам расскажу про него немного позже ну вот собственно из чего состоит сей вилл паул м Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все, у Василий с Вами прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok